Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как накачать супермощные бицепсы. Так уж совпало, что у человека два пучка бицепса, то есть не один, как вам кажется, сверху, да, а их два, внешний и внутренний. И так уж совпало, опять же, да, что в нашей жизни большинство нагрузки ложится на внешний пучок. А внутренний пучок бицепса не так обычно хорошо развит у людей, и поэтому, чтобы добиться хорошего, красивого, объемного бицепса, нам нужно, ну, сконцентрировать нагрузку, да, весь упор на внутреннем пучке бицепса, чтобы бицепс казался объемным, и чтобы обе части, обе половинки этого бицепса, оба пучка были сильные. Опять же, когда новички приходят в зал, они начинают делать упражнения со штангой на бицепс либо средним хватом, либо узким хватом. Так удобнее, естественно. Но для того, чтобы проработать и развить вот эту внутреннюю часть бицепса, нам придется делать широким хватом упражнения. То есть, когда мы делаем широким хватом, качается именно вот этот внутренний бицепс, а когда узким или средним, то качается внешний бицепс. Как я уже сказал ранее, нам нужно добиться такого состояния, чтобы оба пучка бицепса были равносильно мощными, тогда у нас рука будет смотреться объемной, красивой, и мы сможем выполнять более тяжелые функции для бицепса, то есть поднимать более тяжелые веса. Давайте же сейчас рассмотрим все хваты, которые есть вообще для накачки бицепса. Обычный хват. Обычным хватом обычно называют вот средний хват, да, когда вы беретесь на уровне плеч примерно. Когда вы беретесь на уровне плеч, эта нагрузка ложится и на внешний, и на внутренний пучок. Широкий хват, это уже такой хват, который дальше ширины плеч расположен, да, но для максимальной концентрации на внутренний пучок бицепса вам нужно браться где-то на 15 сантиметров больше, ну, дальше ширины плеч, то есть на 15 сантиметров от вашей ширины плеч. Ширина дольгота, Вася. Понимаешь, о чем я? Теперь узкий хват. Узким хватом обычно называют хват, который уже ширины ваших плеч. И не надо особенно фанатеть от этого хвата, потому что где-то 5-10 сантиметров уже ваших плеч, это уже нормально, и большую часть нагрузки будет получать внешний пучок бицепса. Но что же можно сказать по этому поводу? Для того, чтобы накачать красивые, объемные, полноценные бицепсы, вам нужно использовать разные хваты и делать, концентрировать нагрузку, да, фокусировать на разные пучки мышц, и тогда ваши мышцы будут объемные и красивые. Предвещая вопрос, а что если я качаю гантелями, то я вам могу сказать так, если вы качаете... Канчайте гантели... Если вы качаете гантелями, то вы нагружаете в большем случае внутреннюю головку бицепса, да, и либо нагружаете 50 на 50, то есть пополам и ту и ту, что является недопустимым при диспропорции бицепса. Поэтому штанга в вопросе тренировки бицепсов должна стать основным вашим предметом, а особенно вариация с широким хватом. Именно таким неудобным упражнением вы сможете прокачать внутреннюю головку отстающую вашего бицепса. Проработав внутренние пучки бицепса, вы получите массу и увеличите их силу. Также из своего опыта могу сказать, что хорошо подходят для прокачки внутренней части, внутренних волокон бицепса, поднятия, подтягивания на турнике широким хватом. Я довольно частенько бомбил эти подтягивания, и поэтому у меня битка стала как шар. И вам советую подтягиваться на турнике, если вы не занимаетесь в зале. А если занимаетесь в зале, бомбите со штангой широким хватом, и все у вас будет классно. А когда сравняются обе половинки вашего бицепса, так сказать, сойдутся воедино, то вы будете уже качать там, ну, чем захотите, короче. А так, я был рад с вами пообщаться, что-то вам рассказать интересненького, такого, познавательненького. Вы ж любите такое, правда. Вот. За это подпишитесь на канал, поставьте лайчик, и покажите видео своим друзьям. А так, увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok